В студии с выпуском новостей, Меркедрасов, здравствуйте. Внеочередное заседание комиссии по межэтническим отношениям состоялось вечером 14 марта в администрации города. Поводом послужило резонансное происшествие в баре Соло. Напомню, в ночь на 5 марта в увеселительном заведении группа мужчин устроила драку, в которой одного из участников конфликта избили насмерть. 27-летний спортсмен Влад Стройн скончался в реанимации, не приходя в сознание спустя трое суток. В сети интернет начали появляться сообщения, что к преступлению причастны этнические группировки. Однако, как позже установило следствие, все участники конфликта родились и выросли в Кумертау. Чтобы окончательно развеять слухи и домыслы, на заседание комиссии были приглашены руководители правоохранительных и следственных органов, а также бизнесмены, работающие в сфере общепита. Собравшиеся, обсудили неоднозначную ситуацию в Соло. Многих интересовал вопрос, почему администрация заведения бездействовала во время и после конфликта, и почему полиция о произошедшем узнала только тогда, когда парень оказался в больнице. Сейчас все подозреваемые установлены и задержаны, ведется в следствие. Расследование уголовного дела продолжается. В настоящий момент по уголовному делу задержаны трое лиц, причастны к совершению преступления. В отношении одного из них уже избраны меры пресечения в виде заключения под стражу Кумерталовским международным судом и двоим предъявленным обвинением. Следователям сейчас, в данный момент, направлены ходатайства об избрании меры пресечения в отношении еще двоих лиц. Ситуацию на контроле держит глава администрации городского округа. Борис Беляев рекомендовал бизнесменам тесно сотрудничать с полицией, если посетители заведений проявляют агрессию и не пытаться решать конфликты самостоятельно. Также в ближайшее время будут организованы рейды по предприятиям общепита для проверки соблюдения норм и правил оказания услуг в данной сфере. В эпоху экономических кризисных явлений вопрос с несвоевременной выплатой зарплатой работникам является одним из самых важных. Что делать в случае невыплаты зарплаты, узнаем у заместителя прокурора Ирины Кольчатовой. Она у нас на связи. Ирина Сергеевна, здравствуйте. Скажите, что же делать работнику, если ему работодатель задерживает или вовсе не платит зарплату? Здравствуйте. При случае невыплаты заработной платы обращаться в прокуратуру города Кумертау, дабы мы имели возможность своевременно оказать вам правовую помощь. Наша правовая помощь заключается в следующем. Мы в ваших интересах обращаемся в суд с заявлением о выдаче судебного приказа, на основании которого судебные приставы исполнителя арестовывают счета предприятий и заработная плата взыскиваются в первую очередь. Кроме того, мы в отношении нерадивых руководителей возбуждаем административное производство, предусмотренное статьей 5.27, часть 6, это за невыплату заработной платы, и часть 7 указанной статьи в случае повторного нарушения. Да, Ирина Сергеевна, а какие виды наказаний последуют руководителям предприятия? Для должностных лиц предупреждение либо штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей, на юридических лиц штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей. Хотела бы обратить внимание работодателей, что государственные инспекторы труда, министерством труда ориентированы на назначение наказаний в виде штрафных санкций. Предупреждение практически крайне редко применяемое. Помимо административной ответственности, уважаемые работодатели, имеется у нас уголовная ответственность, предусмотренная статьей 145 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Данная ответственность наступает в том случае, если заработная плата не выплачивается более двух или частично более трех месяцев. Поэтому, несмотря на тяжелую экономическую ситуацию, выплата заработной платы должна стоять первоочередной задачей, так как благосостояние наших граждан формирует в целом благосостояние общества и государства. Спасибо. Я напомню, что на связи с нашей студией была помощник прокурора города Ирина Кочетова. К другим новостям в эти выходные в городе Кумертау прошел чемпионат по спортивной и фитнес-аэробике. В соревнованиях приняло участие более 200 спортсменов. Вниманию судей были представлены как сольные выступления, так и командные. В нашем городе развиваются многие виды спорта. У нас есть и аппорты, и базовые виды спорта. И мы очень рады, что такой красивый, легкий, динамичный, вдохновенный спорт, как спортивная аэробика, так же развивается в нашем городе. И уже неоднократно мы принимаем такие красивые соревнования. Спортивная аэробика, как и во всей республике, активно развивается и в нашем городе. Поэтому неудивительно, что Кумертау принимает чемпионат такого высокого уровня. На площадке физкультурно-оздоровительного комплекса «Юбилейный» встретились сильнейшие представители региона по спортивной и фитнес-аэробике. Всего 9 команд. Это более 200 участников. Так что Кумертау в эти дни объединил любителей аэробики. Это была, наверное, моя инициатива. Очень хотелось показать, чтобы в нашем городе развивается такой вид спортивной аэробики, самый красочный вид спорта. В нашем городе занимается большое количество детей, это и мальчики, и девочки. Возраст трех лет и старше у нас ограничений в возрасте нет. Представители этого красивого вида спорта на открытии соревнований приветствовали с почетными гостями. В числе которых представители администрации города Кумертау, Федерации спортивной аэробики и фитнес-аэробики Башкортостана, а также Министерством молодежной политики и спорта региона. Сегодня увидела задор, эмоции, самое главное, положительное такое в лице, в глазах, блеск. И это самое главное. Даже пусть они не выиграют сегодня, но получат такой эмоциональный всплеск. И это, я считаю, одно из самых главных для ребенка. Соревнования являются отборочными для формирования сборной республики. Команде предстоит выступать в чемпионате Приволжского федерального округа. Он состоится в конце марта в городе Уфе. Поэтому перед судейской командой стоит серьезная задача увидеть и по достоинству оценить все выступления. За конкурсными программами пристально наблюдает 8 судей. У каждого свое направление для оценивания. Все спортсмены у нас отсуживаются судьями, которые смотрят на артистичность. Это как спортсмен преподносит композицию, как он улыбается, какие делает он переходы. А исполнение тоже смотрит, насколько чистый ребенок выполняет, с какой амплитудой все это делает он. И судья по сложности непосредственно смотрит на сложность элементов, которые сам выполняет спортсмен. Спортивная аэробика – это своеобразное сочетание танца, акробатики и элементов фитнеса. У спортсменов в зависимости от возрастной категории около полутора минут на выступление. В этот отрезок времени нужно в максимальном темпе показать свою программу из 6-10 обязательных элементов. Выступление оценивается по новым правилам, отмечают организаторы. Так что требования изменились не только к программам, но и к системе оценивания. Нам пришлось буквально за короткий промежуток времени тренерскому коллективу поработать со спортсменами, поменять все программы, усложнить их. И если смотреть те возраста, которые уже у нас с утра до обеда отсоревновались, ну есть, конечно, какие-то недочеты. Но я думаю, что мы за две недели постараемся их устранить. География участников широкая. Мастера аэробики приехали из городов Уфа, Благовещенск, Бирс, Межгорье, Стрельдамак, Училы. Каждый спортсмен хорошо знает, какой труд скрывается за красивым номером. Тем не менее, мальчишки и девчонки готовы добиваться высоких результатов. Пошел в пять лет на спортивную аэробику. Каждый день мы занимаемся по два-три часа, а бывает даже и больше. А что делать? Ну, элементы, связки, композиции. Я увидела, как занимаются другие девочки и решила туда пойти, чтобы хорошо выступать, чтобы были медали, чтобы могли мною гордиться. Пироги им contact mind 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 Участников в самом большом составе выступают кумертауские спортсмены. Это настоящие фанаты этого вида спорта. За годы упорных тренировок они достигли многого. Есть высокие награды во всероссийских и республиканских чемпионатах. Спортсмены выступают как в номинации соло, так и в группах. В каждой из них есть свои сложности, отмечают они. Я занимаюсь в 12 лет. Меня изначально привели в детстве. Мне как-то просто понравилось. Красивый вид спорта, поэтому продолжаю дальше заниматься. А что вам нравится? Ну, нравится. Я вообще люблю танцевать, поэтому как-то, не знаю, сразу просто понравилось. Сложнее, ну, наверное, в команде, потому что там нужна синхронность. А когда танцуешь соло, то можешь в свой темп танцевать. Соревнования шли в течение двух дней. Для каждого участника чемпионат стал площадкой для общения и получения нового опыта. Ну, а сильнейшие представят республику в составе сборной в ближайших соревнованиях Приволжского федерального округа. В минувшее воскресенье в Кумертал прошли заключительные соревнования лыжного сезона 2016-2017. В закрытии сезона приняло участие порядка 250 спортсменов. Лыжный сезон этого года для Кумертал был отмечен яркими событиями. Это начало реконструкции лыжной трассы, проведение чемпионатов и первенств различного уровня. Закрытие лыжного сезона является своеобразным подведением итогов всей работы. По традиции, заключительные гонки посвящаются известным лыжникам нашего города, которые в разные годы ушли из жизни. Они внесли большой вклад в спортивную жизнь Кумертал, поэтому их имена вспоминали на мероприятии. Прежде всего, они посвящены памяти наших друзей, которые в свое время вложили очень большой вклад в развитие лыжных гонок в нашем городе, в республике, в России и даже в Советском Союзе. Это памяти Багит Хаматаса Гиздатулина, участника Олимпийских игр, памяти Крылова Петровича, бывшего директора Горного колледжа, памяти Рамиль Боретти Ахмедшина, мастера спорта по лыжам, работавший тренером в детской спортивной школе. Ну и памяти Калядина Константина Владимировича, тоже двоеборец, он был призером России, памяти наших друзей. В мероприятии приняли участие и почетные гости. Это близкие родственники именитых лыжников. Сестра Рамиль Ахмедшина и мама Константина Калядина. Очень жалко, что он так рано ушел из этой жизни. Любил жизнь, любил спорт, любил все. Но так получилось, так сложилось все. Сейчас я стараюсь каждый его старт, пока у меня есть какие-то силы, сама принимать участие и по возможности пробежать ту дистанцию, которая положена по нашему возрасту. Очень приятно, что это внесено все-таки в разряд гонка памяти, что помнят о них. Первыми на старт выходят девочки младшего возраста, затем мальчики. Всего в соревнованиях приняли участие 250 любителей лыжного спорта и здорового образа жизни. Для лыжников такие старты являются замечательной возможностью проявить себя и набраться соревновательного опыта. Поэтому на закрытие сезона приехали и участники из близлежащих городов и районов. Это команды из городов Мелиуз, Ишимбастер, Литамак, Салават и Куиргазинского района. Спортсмены говорят, что в Кумертау очень хорошая трасса, поэтому такие моменты они стараются не упускать. Краса вообще отличная. Здорово вообще все. Сегодня тем более такая погода, праздник, столько народу. Не всегда на результат гонок могут повлиять способности и быстрота спортсмена. Здесь еще важна и удача. Ведь порой случайные падения на старте или же перед финишем могут быть решающими. Согласно возрастам, дистанции для всех разные. От одного километра до десяти. Достойно выдержала все сложности гонок самая юная участница соревнований Юлия Жила. Ей всего семь лет. Мне было легко, но очень далеко. Мы бежали далеко. Я пробежала к Коминтовой и перешла в последний. Последний пришла? Ты расстроилась? Нет. Не расстроилась? А что? Мне главное, что я участвовала. По традиции в самом многочисленном составе выступают школьники. Активность проявили и ветераны спорта, работники предприятий города. Они являются примером для подрастающего поколения. Настроения прекрасные. Дистанции очень хорошо подготовлены. Очень хорошо все организовано. Прямо шел с удовольствием. И я, и мои коллеги, уже ветераны лыжного спорта, с удовольствием прошли эту трассу. Участники соревнований получили массу приятных впечатлений, задоров и положительных эмоций. По итогам гонок все победители и призеры были награждены грамотами, медалями и ценными подарками. Зима не сдает позиции, снега еще достаточно. А значит, для любителей лыжного спорта сезон неофициально, но продолжается. Айгуль Мухаммедшина, Владимир Кузьмин. Новости. Продолжаем выпуск. Как в старину изготавливали шерстяные нити. Об этом сейчас можно узнать только в книгах. Наглядно увидеть этот процесс смогли учащиеся на мероприятии в музее. Как оказалось, занятие это не из легких. Вернуться на несколько десятков лет назад и увидеть, как жили наши предки. В этом помогут в Кумертаусском историко-кореведческом музее. И это возможно благодаря уникальным экспонатам, которые здесь имеются. Основной фонд составляет более 3,5 тысяч предметов. Научно-вспомогательные около 8 тысяч. И, как правило, на обзорных экскурсиях практически невозможно подробно рассказать о каждом из них. Для этого в музее разработана отдельная программа мероприятий, в ходе которых самые интересные предметы из старины буквально оживают. На этот раз ребятам рассказали о процессе придения и получении шерстяных и пуховых нитей, из которых в результате вязали шали и паутинки. Музейные нескучности на этот раз увидели учащиеся гимназии номер один. Вместе с детьми пришли и родители. Я считаю, что сегодня мамы провели это время с пользой. Потому что знать свою историю, историю своего края, историю своего города, историю домашнего воспитания – это очень важно. Дети увидели полный процесс получения шерстяной нити, как в прошлом работали с веретеном, для чего нужны железные чесалки и даже попробовали покрутить педаль прялки. Сегодня малому филисту осталось таких, которые могли бы прять. Интересно? Кто-нибудь хочет попробовать? Оказалось, это не так-то просто. Тем не менее, от увиденного остались довольны и дети, и взрослые. Очень радостно, что в нашем городе вот такие вещи сохранились, и что наших детей с этим знакомят, и что они могут познать историю. Мне понравилось, какие раньше были избы, и как раньше трудолюбиво плели холсты и одежда. Девушкам было очень трудно прясть, и их еще называли прялками. В завершение детям предложили посмотреть зал этнографии. Здесь уже оформлены целые экспозиции, которые показывают быт наших предков. Айгуль Мухаммедшина, Владимир Кузьмин. Новости. Что ж, это была последняя информация выпуска. Спасибо, что были с нами. До встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»!